Ассаламу алейкум, рахматуллах и бабракату, братья и сёстры мусульмане, приветствую вас на канале Ислам Ворлд. Пять неопровержимых доказательств того, что Коран от Аллаха. Коран – слово Всевышнего Аллаха, неиспосланное досточтимому пророку, салалахи алейхи вассалам, через ангела Джабраиля. Аяты Корана проникают прямо в сердце, если читать его вдумчиво. Очень многие люди, вне зависимости от религиозной принадлежности, отмечают, что при чтении или даже при прослушивании Корана, их посещает чувство спокойствия и умиротворения. Через Коран Всевышний Аллах обращается к людям напрямую. Что так привлекает людей к Корану? Ответ прост. Коран – источник милости Аллаха и руководство для людей. Первое. Коран существует в одном единственном варианте. Одно из чудес Корана – это то, что текст Корана ни разу с момента своего неиспослания не менялся. Несмотря на то, что существует множество переводов смыслов Корана на разные языки, все эти переводы были выполнены с одного текста. Текст Корана в наши дни абсолютно идентичен тексту Корана, неиспосланного посланнику Аллаха, салавахи алейхи вассалам. Убедиться в этом несложно, поскольку по миру достаточно копий Корана, датированных разными эпохами, включая эпохами посланника Аллаха, салавахи алейхи вассалам, и праведных халифов. Независимые исследования давно подтвердили, что текст Корана ни разу не менялся с момента своего неиспослания. Всевышний Аллах обещал, что будет лично хранить Коран от изменений. Воистину, мы неиспослали напоминание, и мы оберегаем его. Сура Аль-Хиджр, 9 аят. Второе. Текст Корана помнят наизусть миллионы людей по всему миру. Множество мусульман по всему миру знают наизусть полный текст Корана. Эта традиция в исламе существует с момента неиспослания первых аятов. Каждый мусульман в мире знает наизусть хотя бы несколько коротких сур, и сможет прочитать вам их без запинки. Третье. Вызов для знатоков языка. Арабы до ислама отличались мастерским владением арабским языком. Они часто устраивали состязания поэтов, в которых определяли наилучших и наиболее искусных мастеров слога. Всевышний Аллах, не спасая Коран, бросает любому знатоку арабского языка вызов, предлагая сочинить хотя бы одну суру, подобную сурам Корана. Если же вы сомневаетесь в том, что мы неиспослали нашему рабу, то сочните одну подобную суру и призовите своих свидетелей, помимо Аллаха, если вы говорите правду. Сура Аль-Бакара, 23 аят. Если бы текст Корана был сочнен человеком, то любой другой человек смог бы повторить стилистику Корана, не говоря уже о выдающихся поэтах среди арабов. Однако ни один человек не смог создать ничего подобного Корану. Четвертое. Пророчество и научное открытие. Коран содержит пророчества о будущем. Например, в Суре Аррум, римляне, Аллах обещает византийцам победу над персами. Это откровение было неиспослано после разгромного поражения византийцев, когда существование Византийской империи было под вопросом, и никто не верил, что им удастся когда-либо одержать победу в битвах. Всевышний Аллах говорит, повержены римляне в самой низкой земле, но после своего поражения они одержат верх, через несколько лет. Аллах принимал решения до этого и будет принимать их после этого. В тот день верующие возрадуются. Сура Аррум. Со второго по четвертый аят. Несмотря на то, что византийцы сомневались в возможности империи выстоять после таких разгромных поражений, произошло именно то, что обещал Аллах. Радость верующих по поводу победы византийцев была связана с тем, что мекканские язычники желали победы язычникам, персам, в то время как верующие – византийцам. Аллах даровал победу людям Писания, христианам Византии, чему и обрадовались мусульмане. Разве не вызывает удивление, что в VII веке были описаны процессы формирования зародыша человека, наличия угор своеобразных корней, существования орбит, планет и расширения Вселенной. Все эти явления были подтверждены наукой гораздо позже, через тысячи и больше лет. Разве мог кто-либо знать это в VII веке? Пятое. Пророк Мухаммад, салавахи алейхи вассалам. Истинный пророк Аллаха. Посланник Аллаха, салавахи алейхи вассалам, будучи живым воплощением Корана, не мог себе позволить иметь дурной нрав. Окружающие же ценили его за его прекрасные черты характера и называли его правдивым. Аляминь. Даже самые ярые из его врагов никогда не умоляли его личные качества, чтобы убедить посланника Аллаха, салавахи алейхи вассалам, прекратить свою миссию. Они предлагали ему занять высокое положение среди них, а также богатство. Разумеется, он отказался. Тот, кто сомневается, что автором Корана является никто иной, как Всевышний Аллах, пусть обратит внимание на то, что посланник Аллаха, салавахи алейхи вассалам, абсолютно не имел способности к стихосложению, что вызвало удивление у его окружения. Более того, он даже не был обучен грамоте. Даже если допустить, что автором Корана мог быть посланник Аллаха, салавахи алейхи вассалам, то как объяснить, что имена других пророков упоминаются в Коране чаще, чем имя Мухаммада, салавахи алейхи вассалам? Если бы он, в распространении слова Аллаха, полагался бы на власть, положение и богатство, или бы преследовал эти цели в своей миссии, то как объяснить его отказ от всех благ этого мира, которые ему обещали предводители язычников? Это благословенное писание, которое мы не спослали. Следуйте же ему и будьте богобоязнены. Быть может, вы будете помилованы. Сура Аль-Анам, 155 аят. Коран – прекрасное руководство для всего человечества. Если вы желаете обрести внутренний покой, вы найдете его в мудрости Корана. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. Они важны для нас. Мир вам и вашему дому. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Субтитры создавал DimaTorzok